Они уже слагают легенды и воспевают в песнях. Новая Саратовская набережная стала популярна среди туристов и горожан месяц назад. Но не благодаря красоте и уюту, а за счет многочисленных ям и колючей проволоки. А еще чиновникам, которые охотно комментируют очередной провал. И даже последний срок, установленный губернатором, не приближает ремонт к финишу. Подробности у Юлии Шишкиной. Провал на новой набережной Саратова популярнее самой набережной. А история про то, как ремонтировали дыру, тянет на городской анекдот. Сначала все радовались, плясали и пели оду новому объекту. Потом удивлялись тому факту, что провалилась пешеходная зона, на которую потратили 300 миллионов бюджетных рублей и которой нет еще и года. Безалаберность самостоящая. Значит, так ложили, так ложили. У нас все так делают. И дороги тоже. Значит, ложили в грязь, он весь поднялся. Потом изумлялись. Уже к комментарию профильного чиновника, исполняющего обязанности председателя комитета капитального строительства региона, Николай Якубович, про ЧП вещал на камеру, по словам журналистов, явно на веселе. Они сделают защебеня, укатают, чтобы было утрамбовано, и сделают асфальт в погрязи. Не успели защебенить и укатать первую дыру, провалилась в другом месте, недалеко от ротонды. Набережную закрыли для пешеходов. Стало не только грустно, но и смешно. В местных СМИ появились пародии и фантастические предложения. Как извлечь выгоду из некрасивой ситуации? В случае с новой Саратовской набережной ситуация уникальна. Она стала прекрасной разваленной спустя всего год. Разве это не подарок всем нам, живущим? Разве это не подарок для развития туризма в Саратской области? Раз, и у нас свои маленькие помпеи. Спустя месяц пешеходную зону так и не восстановили. Это достойно песни или серенады, решили местные жители. Никак не заделай! Я... 6 августа не выдержал даже губернатор Валерий Радаев. Он высказал недовольство затягиванием ремонта и дал неделю на восстановление прогулочной зоны. Прошла неделя, началась вторая. Сегодня провал выглядит вот так. В час дня мы застали здесь двух рабочих в ожидании, когда подвезут бензин для электрогенератора. Похоже, финиш ремонта близок. Но ненасытным прохожим уже мало самого факта отсутствия ям под ногами. Им подавай уютную набережную. А что тут смотреть? Ни деревца нет, ни... На колючую проволоку, а за колючей проволоку, кстати, вот там... Одна лавочка за колючей проволокой. И ходит охранник с палкой. Вот эта вот проволока, это что такое? Ну это бизнес-завод какой-нибудь. Смешает? Да, естественно. Нет. На что похожи? На тюрьму. В общем, Саратовская набережная может прославиться в самых неожиданных кругах, если прогулки по ней воспоют еще и в тюремном фольклоре. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.